В 2021 году все, кто неравнодушен к родному слову, русской поэзии и судьбе России, будут отмечать 200-летие со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова, поэта и просветителя. Подготовка к празднованию этой знаменательной даты уже началась, и не случайно именно на Нижегородской земле в селе Клин Вачского района с 11 по 13 ноября прошел третий всероссийский Некрасовский семинар молодых литераторов, собравший для участия как начинающих представителей различных литературных направлений, так и уже признанных мастеров, писателей, поэтов и критиков. Когда мы сегодня, особенно работая с молодежью, ты видишь, их горящие сердца, их души разворачиваются от того, что они даже задыхаются от того, что мир несправедлив. Он действительно как-то все отчетливее и все оголеннее, несправедлив. И в это время нам нужны какие-то опоры, опоры в прошлом, которые помогут нам и понять, и устоять, и преодолеть это что-то, особенно для молодых. И Некрасов как раз этот столб, удивительный столб, огромная, сильная масса, такая фигура, за которой мы можем держаться, рядом с которой можно двигаться вперед. Село Клин сыграло немаловажную роль в жизни русского классика. Именно здесь, в середине XIX века, находилось имение отца поэта. Здесь была написана поэма «Кому на Руси жить хорошо?» И кажется, что эти удивительные места до сих пор хранят память о поэте. Поэтическим духом была пропитана и сама атмосфера семинара. Такое средоточие талантливых людей в одном месте мгновенно настраивало на размышления о русской литературе, ее проблематике и актуальности в контексте сегодняшнего дня. С конца 80-х годов у нас утеряна полностью иерархия в литературе. Мы можем точно сказать, кто был, например, большим писателем в XIX веке, в определенный период времени. Мы можем точно сказать, кто был великим писателем в 70-80-е годы. Это были там Распутин, Белов, Лихоносов и так далее. А начиная с начала 90-х годов эта иерархия абсолютно утеряна. То есть великими являются люди, которые, может быть, совершенно, будут совершенными графоманами и очень далекими от литературы. И этот процесс нам необходимо осмыслять. Осмыслять то, что происходило в 90-е годы, в нулевые годы, осмыслять то, что происходит сейчас. Особенно в новой, в молодой литературе. И для этого подобные семинары чрезвычайно важны. В ходе семинара его участники, а это молодые литераторы, приехавшие из самых разных регионов России, от Чукотки и Оренбурга до Поволжья и Краснодара, не просто учились, обменивались опытом и общались с уже признанными представителями современной русской литературы, но и ездили на разнообразные экскурсии, встречались с читателями и местными писателями и поэтами, таким образом на время погружаясь в реальную жизнь настоящей сельской глубинки и черпая темы и вдохновение для дальнейшей работы. Замечательная молодежь, талантливая, которая ставит очень сложные задачи и пытается их решить. Но по мере своей молодости не все, может быть, удается, но они ищут, они постигают, они учатся. Этот семинар именно за традиционную русскую литературу, наша якутская литература почти с начала своего развития тесно сплетена с русской литературой, с русской классикой. Наши классики переводили и Пушкина, и Лермонтова, и Некрасова. Мы пишем, но мы мало читаем друг друга, мало знаем, и фестиваль дает возможность нам ознакомиться с творчеством друг друга и, более того, проанализировать, сделать какие-то выводы. При анализе мы часто обращаемся к классике, к русской литературе и смотрим, а как сегодня развивается русская литература, какое будущее у нее нас ожидает. А ведь литература, культура, все это определяет и жизнь, историю России, страны. Какая литература, чем живет сегодня человек, все это и отражается, и очень важно вообще для постижения сути нашей жизни. Финальным аккордом семинара стало торжественное мероприятие на сцене Дома культуры в Ваче. ПЕСНЯ 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 Почетными гостями праздничного вечера стали представители Министерства культуры Нижегородской области, депутаты областного законодательного собрания и руководители районной администрации. ПЕСНЯ 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 летия со дня рождения Некрасова и надеяться, что при объединении усилий региона и объединении усилий федерации мы сможем дать вот такой новый толчок, новый импульс развития Ваческому району и такому уникальному селу Клин. Читая стихи Некрасова, мы находим точное попадание в наше время в его словах. Он актуален, он современен, поэтому он значим для нас. Мы считаем, что Нижегородская область, в частности село Клин, очень достойно может поддержать и развивать то, что связано с развитием села, культуры, традиции. Некрасовский семинар, он уже не первый. Мы считаем, что это стал традицией, так что я думаю, что все будет очень и очень перспективно. Семинар завершился и хочется верить, что традиции его проведения не только продолжатся, но и станет одной из отправных точек для развития общенациональных, литературного, духовного и культурного процессов. А гостеприимная Нижегородская земля получит новый импульс для развития туристического потенциала и краеведческой воспитательной работы с молодежью. Ведь сохранение собственной культуры, истории и литературы – это основа основ национального самосознания. Сейте! Разумные, добрые, вечные сейте! Спасибо вам скажет сердешное русский народ!